Дорогие друзья, сегодня мы поговорим с вами о квадратуре между Юпитером и Сатурном, который состоится 20 августа 2024 года, а также и о том, как все это отразится на нашей с вами жизни. Юпитер и Сатурн в астрологии воплощают противоположные принципы – экспансии и расширения с одной стороны и сжатии и концентрации с другой. Обе эти планеты имеют прямое отношение к разным аспектам власти. Юпитеру соответствует власть выборная и законодательная, а Сатурну – авторитарная и исполнительная. Юпитер также олицетворяет внешние признаки власти, а именно статус и соответствующее ему общественное и материальное положение, а Сатурн управляет внутренней структурой власти, поддерживая ее фундамент и вертикальную иерархию. Совершенно логично, что различные аспекты между Юпитером и Сатурном отражают те или иные процессы во властных структурах по всему миру. Я вам уже рассказывал, что соединения этих планет-гигантов раз в 20 лет закладывают грандиозные социальные проекты, а также созидательные или разрушительные программы общественного развития. А вот квадратуры между Юпитером и Сатурном символизируют активную динамику процессов управления государством, а также способствуют расшатыванию основ власти, в худшем случае закладывая долгоиграющие циклы слома всей государственной системы. Дорогие друзья, как вы наверняка уже догадались, сейчас мы приближаемся именно к такому времени. Ведь Юпитер и Сатурн образуют аспект квадратуры в 18-х градусах близнецов и рыб. Уже при вхождении в Орбис этого аспекта начался процесс перемен в Министерстве обороны. В нем появилась фигура Андрея Белоусова, на которого многие возлагают надежды по преобразованию всего военно-промышленного комплекса нашей страны и созданию новой, по сути, военной модели экономики. К чему это поведет, мы воочию увидим через несколько лет. А сейчас я предлагаю вам вместе со мной заглянуть в будущее, используя разработанный мною лично метод исторических аналогий, основанный на космических циклах. Аспекты квадратуры в одном и том же секторе неба возникают между Юпитером и Сатурном каждые 59-60 лет. Поэтому квадратура между планетами-гигантами в 18-х градусах рыб и близнецов имела место в июле 1965 года. За 9 месяцев до вышеупомянутой квадратуры Юпитера и Сатурна внутренний конфликт в советском госаппарате привел к заговору за странением от власти Никита Сергеевича Хрущева на пленуме ЦК Компартии Советского Союза в октябре 1964 года. По итогам, генеральным секретарем ЦК КПСС стал Леонид Ильич Брежнев, а председателем Совета Министров Алексей Николаевич Косыгин. Проведя чистки в госаппарате и фактически избавившись от главных заговорщиков, в частности от Шелепина и Семичастного, Брежнев приступил к исправлению допущенных хрущевом ошибок и проведению экономических реформ, возложив на Косыгина ответственность за их исполнение. Итак, в 1965 году практически точно на квадратуре Юпитера и Сатурна начали проводиться в жизнь так называемые Косыгинские, а по сути Либермановские реформы, поскольку настоящим автором их был Евсей Либерман, профессор Харьковского экономического университета. Ну а сутью экономических реформ до 1965 года было извлечение прибыли и повышение рентабельности предприятий. При этом плановую советскую экономику предлагалось постепенно перевести фактически на капиталистические рельсы, что, по мнению многих экспертов, подрывало основы социализма и все более отдаляло перспективы построения коммунизма. Советский человек, который до Косыгинской реформы фактически жил, работал и умирал за идею, пусть даже и очень высокую, с момента внедрения новой экономической модели впервые получил лишь материальную мотивацию работать более качественно и эффективно. А поскольку показатели прибыли и рентабельности в сознании советских специалистов традиционно ассоциировались к капиталистической рыночной экономике, критики Косыгина обвиняли его в заигрывании с Западом, а также в предательстве социализма и перетаскивании на советскую почву чуждых народу идей. Правда, Брежнев, по некоторым данным, в узком кругу высказывался по этому поводу более откровенно. Да что вы, какие реформы? Не дай бог камушек покатится, а за ним лавина. Экономические свободы повлекут хаос. Такое начнется. Перережут друг друга. Ну что ж, в этом плане Брежнев показался весьма прозорливым. Несмотря на то, что годы его правления многими считаются временем застоя, запущенную в 1965 году при квадратуре и Петеросатурном реформу, можно считать фактически началом конца советской власти. Именно в это время были заложены условия и для создания элитарного римского клуба – всемирной организации, которая и по сей день определяет стратегию макроэкономики, а стало быть, и многие геополитические проекты. Со временем в римский клуб вступил Советский Союз, а впоследствии у нас была создана ассоциация содействия римскому клубу, которую возглавил совсем не случайный человек – академик Джермен Гвишиани, который был зятем Косыгина. Замечу, что из структур, создававшихся на базе представительства римского клуба в России, вышла целая прияда экономистов либерального толка вместе с Егором Гайдаром, которые впоследствии сделали все возможное для разрушения советской системы. Однако радикальные экономические преобразования не были поддержаны большей частью тогдашней партийной номенклатуры, и уже в середине 70-х годов инициативы Косыгина постепенно сошли на нет. Сворачивание фактически прокапиталистических реформ гарантировало Советскому Союзу еще два десятилетия более-менее спокойного существования. Но начало перестройки Горбачева в 1985 году снова совпало с квадратурой планет власти, на сей раз в Скорпионе и Водолее. И вот тогда-то и были активированы механизмы развала плановой советской экономики, приведенные в действие сторонниками рыночных отношений. Однако вернемся к детальному анализу квадратуры, между Юпитером в Близнецах и Сатурном в Рыбах, а также рассмотрим исторические примеры, аналогичные нынешнему. Подобное сегодняшней ситуация сформировалась в 1906 году, за 59 лет до Косыгинских реформ, подрубивших основу плановой социалистической экономики. В это время появились реформы Столыпина, подрубившие основу царской России. В мае 1906 года, при квадратуре планет-гигантов 14 градусов Близнецов и Рыб, в Российской империи был далицо внутриполитический кризис. За месяц до этого в отставку ушел премьер-министр Сергей Юрьевич Витта, и место его занял Иван Логинович Горемыкин. А 26 апреля 1906 года Столыпин был назначен министром внутренних дел, чрезвычайными полномочиями. Но после поражения России в русско-японской войне и революции 1905 года по стране прокатилась волна крестьянских бунтов, которые тогда были названы аграрными волнениями. Весной 1906 года эти бунты возобновились с еще большей силой, и к моменту распуска Первой Государственной Думы их количество достигло исторического максимума. К несчастью, 1906 год оказался еще и крайне неурожайным. Безусловно, необходимость в аграрные реформы назрела, но действия Столыпина привели через 12 лет и вовсе к двум революциям 1917 года. Ведь суть Столыпинской реформы заключалась в появившейся у крестьян возможности свободно выходить из общины и без выкупа закреплять за собой землю, наследуемую частную собственность. Эти меры в реалиях Российской империи привели к улучшению материального положения не только некоторых крестьянских хозяйств, но одновременно появилось и огромное количество разорившихся крестьян, которые были вынуждены бежать в города и становиться пролетариями, пополняя тем самым ряды революционно-активного класса. Ну а первой причиной всех будущих революционных событий в России был упорный саботаж императора Николая I необходимых реформ, провести которые следовало бы еще в 1846 году, то есть за 60 лет до первой русской революции. Они, быть может, и были бы косметическими, но, несомненно, принесли бы нужные результаты. А вот полное их отсутствие предсказуемо привело к усугублению серьезных проблем в государственном управлении Российской империи. Именно тогда, в марте 1846 года, при квадратуре Юпитера и Сатурна в первых градусах близнецов и рыб и был запущен незримый разрушительный цикл, который привел через 60 лет к первой русской революции и к неудачным реформам Столыпина, а еще через 60 лет к осыгинской реформе социалистического принципа производства. И посему сначала пала Российская империя, а затем был разрушен и Советский Союз. Дорогие друзья, я должен подчеркнуть, что в настоящее время мы снова стоим на пороге очередного витка таких же реформ при квадратуре Юпитера и Сатурна в знаках близнецов и рыб. И кроме всего прочего, при этом повторяется еще один важнейший элемент той самой первой конфигурации марта 1846 года, а именно присутствие Нептуна в зодиакальном знаке рыб, для которого эта планета является управителем. И так как в сентябре 1846 года в орбисе действия данной квадратуры состоялось открытие самой планеты Нептун, то именно тогда и был заложен цикл последующих политических потрясений. В июне грядущего 2025 года по блогу повторится конфигурация марта 1846 года, но со смещением на один зодиакальный знак. Юпитер и Сатурн вновь окажутся в квадратуре, а Сатурн, как и в 1846 году, будет в соединении с Нептуном, в финальной конфигурации почти двухсотлетнего цикла реформ, оказавшегося столь значимым для России. А это обозначает, что нас ожидают важнейшие перемены, и начатые недавно в России чистки элиты, скорее всего, будут продолжены. Проводя исторические параллели, резонно предположить, что в частности на нынешнего министра обороны Андрея Рембовича Мелоусова возложена судьбоносная миссия перевода российской экономики на военные рельсы, ведь без этого будет очень трудно достичь кардинального перелома в текущей ситуации. В случае успеха назревших реформ и ликвидации коррупции российская экономика может обрести действительно второе дыхание. А в случае провала этих реформ и упорного повторения ошибок прошлого, современная Россия может оказаться перед вызовом, на который пришлось когда-то реагировать и царской России, и Советскому Союзу. А уж как она пройдет, этот исторический этап, мы с вами увидим в недалеком будущем. И тогда мифологические икони, символы 18-х градусов близнецов и рыб, занятых текущей квадратурой Юпитера и Сатурна 20 августа 2024 года, станут символами неудержимых процессов распада. Одно только можно сказать почти с абсолютной уверенностью. Новый министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов эта фигура совсем не случайная. Мало того, что он аналогично Косыгину родился под знаком рыб, но и солнце в его космограмме занимает 26-й градус этого знака, символом которого является женщина, отрубающая голову спящему воину. Я уже рассказывал вам о мифологической символике этого градуса еще в прошлом году, когда в нем соединились сразу пять планет. Желающие узнать детали могут посмотреть это видео, пройдя по ссылке в описании. Но очевидно, что головы в Минобороны уже полетели, реализуя вышеупомянутый мифологический сюжет. А теперь мы сможем наблюдать за тем, как на наших глазах будет создаваться история. Ну а теперь я предлагаю вам подробнее рассмотреть планетную констелляцию квадратуры Юпитера и Сатурна 20 августа 2024 года. Я вынужден констатировать, что она, к сожалению, не сулит почти ничего хорошего ни сторонникам экономических реформ, ни их противникам. Соединение Юпитера с Марсом, планетной войны, однозначно указывает на усиление противостояния двух военно-политических блоков – стран условного Запада и условного Востока, во многом поддержанного глобальным Югом. Все видимые планеты, а также Уран, властитель эпохи Водолея и покровитель России, окажутся в разрушительной конфигурации, причем произойдет это во время полнолуния, то есть оппозиции Солнца и Луны. Как я вам уже многократно рассказывал, в мировой астрологии Солнце символизирует правителя, а Луна – простой народ. А их противостояние может символизировать антагонизм между властью и народом. Связь оппозиции Солнца и Луны с Ураном прямо указывает на возможность вспышки конфронтации внутри общества и вероятность развития, в худшем случае, революционного сценария. А поскольку Луна в этот момент окажется в 30-м королевском гранусе Водолея, чьим символом является коронованная особа на троне, на которой сейчас проецируется точка прецессии равноденствия, то можно предположить начало революционного процесса во всем мире, триггером для которого в худшем случае может стать и Третья мировая война, на вероятность которой указывает дурная конфигурация Сатурна и Юпитера с Марсом, планетой конфликтов и военной конфронтации. И нет гарантии, что в самом худшем случае именно в связи с политическими событиями внутри России не сможет полыхнуть и пламя мировой революции. Как-то почти уже случилось немногим более ста лет тому назад, когда по окончании Первой мировой войны на волне революционных событий были разрушены четыре империи и пало несколько монархий. Вот таким анализом ситуации, основанным на методах прогноза авистийской астрологии, восстанавливать которые по крупицам я взялся около 50 лет назад, я и хотел поделиться с вами в это непростое время. Ну а в завершении, дорогие друзья, я, как обычно, желаю вам всего самого доброго ну и до новых встреч!